А спонсором этого ролика является сайт getgame.pro Уникальнейший сайт, где вы можете получить такие отличные игры, как CSGO, Overwatch, GTA 5 и прочие бестселлеры за крайне низкую цену. Магазин представляет из себя некую беспроигрышную лотерею. Выбираете игру, покупаете её и вы автоматически участвуете в лотерее. Вам может выпасть та игра, которую вы выбрали, либо если не повезёт, то выпадет другая, более дешёвая игра. Например, покупая GTA 5, вам может выпасть CSGO. Всё честно. Вы в любом случае в профите, и я, кстати, сам там недавно себе Overwatch выбил. В общем, ссылка на сайт и инструкцию в описании. Патч 7.0.0 только вышел в официальном клиенте Доты, но уже всё комьюнити разделилось на два фронта. Первым грядущее обновление очень понравилось, и они считают, что это то, что освежит Доту. Ну а вторые верещают, что всё слезные злола, это уже не Дота, а казуальное говно и т.д. и т.п. Есть, конечно же, ещё и третья группа людей, которые будут боготворить Доту в любом её виде и продолжать хавать всё, что им преподносят. Это, конечно же, полные овощи, их я даже считать за людей не буду, ибо уверен, что у каждого должно быть своё мнение, которым никем не навязано и заранее не заложено в головы. Поэтому я прямо сейчас вместе с вами попытаюсь разобраться во всех плюсах и минусах этого обновления, а также, в общем, выяснить, имеет ли это обновление место быть. Также я очень рассчитываю видеть сугубо ваше мнение, которое у вас сложилось от игры в этом патче, а не от просмотренного видео какого-то ютубера. Поэтому смело пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, а я попробую подискутировать с вами. В общем, давайте по порядку. Начнём, пожалуй, с небольшой предыстории. Примерно 7 месяцев назад я выпустил ролик, который называется Дота для самых маленьких. Кстати, можете посмотреть, ссылка будет в описании. Так вот, в этом ролике я сделал, как это можно назвать, обзор на обновление Доты под названием «Весенняя уборка». Не буду особо вдаваться в подробности, но, короче говоря, именно с этим обновлением добавили радиусы агровышек, а также вот такие вот боксы, которые отображали места, где нужно ставить варды, чтобы засветить спот нейтралов. Короче, трэш полный. Я до сих пор не отрекаюсь от своих слов и искренне считаю, что вот такие вот нововведения и портят Доту своей ненужностью и казуальностью. Ибо зачем упрощать то, что и так простое? Я понимаю, если бы они добавили что-то действительно нужное и делающее геймплей в Доту более комфортным. Однако то, что сделали тогда Valve, не подходит под это описание. Ну, да не суть. Главное, что я хотел сказать, так это то, что в этом ролике я первый задел тему слизывания контента из Лола Дотой. И вы не представляете даже, какую же огромную волну ненависти к себе агро и жопоболе я вызвал этими словами. Вы сейчас сами можете наблюдать соотношение лайков и дизлайков под этим роликом. Такого хейта я не вызывал никогда. А в комментарии так лучше вообще не заглядывать. Меня все называли нытиком. Говорили, что отпишутся. Грозились убить меня. Я не ожидал такой реакции, серьезно. Но зато сейчас те самые умственно отсталые придурковатые фанатики своей любимой Доты начали громче всех верещать, что Дота стала говном, а казуалили, кудах-тах-тах, говно-говно превратили в Лол. Хотя даже сами не играли в него, а просто услышали этот какого-то Васьки Пупкина из 5-го Б. Ссаные лицемеры. Когда Valve вводили действительно ненужное говно, которое зачем-то упрощает и без того простые вещи, вы говорили, что я ною на ровном месте. Но зато сейчас, когда Дота вышла буквально на новый уровень развития, можно сказать, превратилась из аутичной гусеницы в прекрасную бабочку, вы начинаете плакаться о том, что «Раньше было лучше, Дота говно!» Мразик, как же я вас ненавижу! Первый раз вышло действительно отличное, замечательное и воистину глобальное обновление, а вы увидели лишь в нем то, что интерфейс изменился и стал похож на Лоловский. Я, честно, стараюсь быть максимально объективным, ведь до этой обновы я открыто хитерил Доту, хотя сам имею в ней в общей сложности около 4 тысяч часов, если сложить все время со всех аккаунтов, а также хрену тучи часов в первой Доте на горении. То есть я могу говнить то, во что я вложил свои деньги и немалую часть своей жизни, но, думаю, вы и так уже поняли мою позицию по поводу этого обновления. Я даже не уверен, я знаю, что благодаря всем этим нововведениям, а в частности из-за дерева талантов, Дота станет гораздо более разнообразной и вариативной. Ведь раньше ты просто качал скиллы, потом они все прокачивались, и ты просто тыкал в плюсики. А сейчас у тебя появляется право выбора! Ты можешь выбирать дополнительные статы и бонусы, и строить при этом свой собственный билд, вместо того, чтобы тупо качать плюсы. По-моему, это настоящий глоток свежего воздуха для Доты. Я очень рад, что Valve не побоялись настолько сильно менять механику игры и не пошли на поводу мамкиных холдфагов, которые играют в Доту 2 с 2014 года. Ведь отсутствие развития и есть настоящая деградация. Да, именно! Последние три года, если даже не четыре, Дота буквально деградировала и утопала в море говна под названием косметические предметы. Низкий поклон вам, Valve. Я снимаю перед вами шляпу. Я простил вам всё то дерьмо, которым вы кормили меня последние три года. И те, кто говорят, что обнова говно, либо консерваторы, которые не любят никаких изменений и перемен, что, впрочем, не столь плохо, либо же дети, которые перешли с Майнкрафта в Доту год назад и просто привыкли к старой Доте, и не хотят заново всё изучать и привыкать. В любом случае, именно из-за таких ублюдков и стоит на месте вся игровая индустрия. В общем, если быть объективным, то это обновление взяло всё самое лучшее из других мобо-игр. Спорь тут, разумеется, глупо, ведь все понимают, что интерфейс очень похож на интерфейс Лиги Легенд. Не точная копия, но всё же. Дерево талантов позаимствовано исходство, пускай и немного в искажённом виде. И вот те дебилы, которые говорят, что, мол, Доту оказуалили, упростили, превратили в говно, вы вот хоть сами понимаете, что упрощение и усовершенствование Это абсолютно разные понятия. По факту, Valve исправили те вещи, которые лично меня крайне давно бессили. Например, я точно знаю, что все мамкины про игроки развонялись из-за сбивания фласок и дополнительных слотов в инвентаре. Мне вот хочется спросить вас, вы серьёзно? Вы реально серьёзно? Крипы перестали сбивать фласки? Какая же потеря! Ужас какой! И плевать, что это сделано сугубо для удобства, чтобы какой-нибудь шальной рейнджевой крип вам не сбил фласку. А просьба об отдельном слоте для ТП скроллов и вардов уже давно ходила среди всего комьюнити, ибо это действительно нужно. Но что же случилось, когда их добавили в игру? Все хардкорщики тут же забыли, что это... А казуалили, скатились! Конечно, ведь гораздо же лучше выкладывать половину инвентаря, чтобы поставить варды и использовать ТП-шку. Одним словом, идиоты. Кстати, ещё немало шума на данный момент из-за регена последних вышек. Ну, Тир-4. И казалось бы, что же может быть плохого? Ведь у проигрывающей стороны, которая лишилась бараков, появились хотя бы минимальные шансы на победу. Да нет, 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 а казуалили! Гораздо ведь веселее отдать три стороны, а потом стоять на базе и ныть, что ГГ. Ведь отчасти это правильно, так как шанс на победу без трёх сторон равен примерно 2-3%. Valve не сделали регенерирующихся бараков, как в Лоле или Смайте. Они просто добавили реген последним товарам. Но вас это, конечно же, не волнует. Подытожив, хочу сказать, что этим обновлением я крайне доволен. А те, кто давно меня смотрят, знают, что я очень редко хвалю доту, а в последнее время я вообще высказывал только критику. Но теперь всё изменилось. Впервые Valve сделали что-то воистину годное, что полностью изменит давно сложившуюся мету. И те, кто говорят, что это Лига Легенд 2 и прочие наисмешнейшие шутички, просто очень недалёкие люди. С ними можете даже не вступать в спор, ибо никаких аргументов, кроме того, что всё слизано с Лола, у них не будет. Вот. Ну, а если же у вас всё-таки есть какие-то действительно годные аргументы, которые смогут меня убедить в том, что это обновление не нужно, ну или как минимум имеет какие-то негативные стороны, кроме оптимизации, то приглашаю вас в комментарии. Думаю, это будет интересно. Ну, а если вы согласны с моим мнением, то ставьте лайк, а если нет, то, соответственно, дизлайк. И посмотрим, сколько же нас. Ну, и на этом я прощаюсь с вами, ребят. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Всем удачи в освоении новой доты. Продолжение следует...